Гость в студии Сегодня исполняется 25 лет со дня назначения Бориса Немцова губернатором Нижегородской области. Может быть, кто-то эту дату уже и забыл, но мы рады ее напомнить. Ну, а по этому случаю все, кто имел когда-то отношение к первому нижегородскому губернатору, сегодня в Нижнем Новгороде в том числе, и также остается показ фильма о Борисе Немцове. Впрочем, все подробности в прямом эфире ННРадио узнаем у наших гостей. Их у нас много. Заходите на сайт ННРадио.инфо. Давайте всех по порядку представим. Дмитрий Гудков у нас, небезызвестный российский политик. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Владимир Карамурзов у нас также. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вот будет правильнее сказать ваш нынешний статус для наших слушателей? Ну, я являюсь председателем фонда Бориса Немцова, а в данном случае автор и режиссер фильма Немцов, премьера которого, российская премьера, которая сегодня прошла в Нижнем Новгороде. Ну и координатор также нижегородского отделения партии Парнас, Анна Степанова. Все правильно, да, сказал, надеюсь? Председатель. Председатель, да. Микрофон. Ну что, да, микрофонов у нас чуть меньше, чем гостей в студии. Такое бывает нечасто. Но давайте начнем с чего. Сегодня дата действительно 25 лет. Вы в Нижнем Новгороде. И, конечно же, Нижний Новгород выбран не просто так, да, в качестве сегодняшней площадки. Вообще, как... Вот непростая же ситуация сопровождает все, что связано с именем Немцова. Как набрались смелости? Как в итоге собрались, в конце концов, сегодня в нашем городе рассказываете? Ну, вы знаете, для меня было очень важно, можно сказать, принципиальный момент, чтобы первый показ этого фильма в России, фильма Немцов, в России прошел именно в Нижнем Новгороде. Не в Москве, не в Питере, нигде бы это ни было еще, а именно в Нижнем, с которым, как мне кажется, были связаны лучшие годы Бориса Фимовича в городе, который его помнит до сих пор. И который, я хочу напомнить, на прошлой неделе первым в России принял решение об официальном уйковечении его памяти. То, чего мы в Москве пока не можем, к сожалению, добиться. Вы это сделали, и низкий за это поклон. И мне очень важно было, чтобы показ фильма прошел именно в России, именно в Нижнем Новгороде, и дальше по другим регионам будем его показывать. Но начали с вас. Владимир, ну вот эта премьера в Нижнем Новгороде только для российского зрителя, потому что по европейским городам вы уже с показом прокатились, насколько я понимаю. Не совсем так. 9 октября, в день рождения Бориса Немцова, мы показали предварительно еще не законченный вариант фильма на первом немцовском форуме, который был в Берлине, который организовала Жанна Немцова, дочка его. И мы там показали предварительно наш вариант, и буквально мы на днях окончательно, наконец, завершили работу над этим фильмом, поэтому полноценная настоящая премьера именно сегодня именно в Нижнем Новгороде. Да. Вот каково снимать фильм про своего друга, которого рядом уже нет? Вы знаете, это невозможно. Вот я, собственно, сегодня как раз на показе начал с этого, сказал, что обычно со слов благодарности принято начинать, когда что-то говоришь. И я все равно, конечно, их сказал в конце, потому что я очень многим людям признателен за помощь, за поддержку, но главное, что я могу сказать по поводу этого фильма, что это фильм, которого не должно было быть. И вот я за то время, что над ним работал, я несколько вещей для себя новых узнал. То есть для меня такой был образовательный процесс в каком-то смысле. Во-первых, вот то, о чем вы спрашиваете, очень не то, что трудно, а невозможно делать фильм про близкого друга, которого убили. И просто временами приходилось себя за волосы тащить, заставлять не бросать и продолжать работать дальше. Вот. И, с другой стороны, конечно, мне казалось очень важным это сделать, потому что я надеюсь, что это получился фильм-портрет. Фильм-портрет человека, такого, каким он был на самом деле. Вот без этого всего вранья, без пропаганды, без всей этой шелухи, которой столько много было вокруг него в последнее время, когда создали какой-то совершенно карикатурный образ ему, который не имел ничего общего с тем, кем человек был на самом деле. И моя цель была именно показать его таким, каким он был, таким, каким я его знал, таким, каким узнали люди, в том числе здесь, в Нижнем Новгороде, которые с ним были рядом на разных этапах его деятельности в разные годы его жизни. И когда он был молодым физиком здесь, в Горьком, и делал свои первые шаги в общественной и политической жизни, боролся против атомной станции теплоснабжения, избирался депутатом, потом стал губернатором, вот как вы сказали. Сегодня ровно 25 лет указу президента Ельцина номер 245 о главе администрации Нижегородской области 30 ноября 1991 года. И для меня еще очень важно, что в этом фильме участвуют люди очень разных политических взглядов. Там есть люди, которые в оппозиции, там есть люди, которые в нынешней власти. Люди с разным, зачастую с полярным отношением и к тому, что происходило в 90-е, и к тому, что происходит сегодня. Но это все люди, которые были с Борисом Немцовым рядом на разных стадиях, на разные годы его жизни. И мне очень важно, что удалось вот их всех собрать вместе. Всех ли удалось собрать? Легко ли было вот спикеров привлечь к съемке фильма? Легко ли давали согласие или были все-таки отказы? Ну, я вам так скажу. Вот я упомянул образовательный момент. Вот еще один такой образовательный момент для меня был. Я узнал, что, оказывается, есть еще такая степень человеческой трусости, как боязнь из соображений политической целесообразности сказать доброе слово о погибшем человеке, о погибшем враге власти. Причем это люди, которые ему многим обязаны были. Я не буду называть никаких имен богом судья, а не я. Но, с другой стороны, и вот просто не хочется на грустной ноте заканчивать, с другой стороны, я убедился в очередной раз, и это тоже очень важно, мне кажется, более важно, чем то, что я сейчас сказал. Но это что были люди, которые показывали обратный пример, которым, например, могло бы теоретически быть что терять, которые могли бы испугаться, а они не испугались, которые могли бы промолчать и отказаться, а они не отказались. И вот в моем фильме есть и люди, которые вполне себе встроены в нынешнюю политическую систему. Но они не струсили, они снялись, и они очень хорошо и душевно сказали, мне это очень важно. Это не политический фильм, это фильм-портрет. Владимир, все-таки вот получился фильм, он в настоящем времени или в прошедшем времени? Вы знаете, многие участники фильма, когда я их снимал, они как-то не сговариваясь между собой, они о Борисе Фимовиче говорят в настоящем времени. Вот, и я сам, знаете, вот уже два года почти прошло, а вот мне иногда до сих пор бывают моменты, когда вот что-то там услышишь смешное или хочется поделиться, и вот прям первый хочется взять телефон и его набрать, до сих пор, понимаете? Я понимаю, что это, видимо, всю жизнь так будет. И у меня в фильме нет смерти. Там нету смерти, там нету моста, там ничего этого нету, я никак не мог это сделать иначе. Это фильм не про смерть, это фильм про жизнь. Жизнь одного из самых ярких политиков нашего поколения, нашей страны. Ну что, напоминаю, что у нас еще есть и другие люди в студии. Владимир Карамурза говорит, говорит, еще Дмитрий Гудков ведь тоже, ведь, хочется сказать, наверное, пару слов сейчас. Да, 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 конечно. Вы знаете, я уже второй раз смотрю этот фильм, первый раз на форуме в Берлине. Это, конечно, замечательный фильм про Бориса Немцова, но я его еще по-другому воспринимаю. Это фильм об упущенных возможностях для нашей страны, потому что, ну, как вы знаете, у Бориса Немцова были все шансы стать президентом в 2000 году. Это было время возможностей, тогда это было время надежд, и как раз именно Борис Немцов был первым губернатором, демократом. Это политик новой волны, он был символом этих перемен 90-х. И самое главное, что он пострадал за свои взгляды политические, потому что это было политическое убийство. Это был политик, который не врал, не воровал. Это был политик, который был примером для нас в том числе и авторитетом для вот уже нового поколения политиков. И он остается символом и сейчас. Вы знаете, прошло уже почти два года. В Москве люди несут цветы на мост каждый день. Я других таких примеров не знаю. И я хочу, на самом деле, поблагодарить, на самом деле, власти Нижнего Новгорода, потому что я когда-то встречался с главой Нижнего Новгорода ровно год назад. И я вижу, что, в общем-то, власти сдержали обещание, и будет мемориальная табличка. Вообще, хочу сказать, что когда-нибудь, через 5-10 лет, во многих городах нашей страны будут улицы, будут мосты. И вот сегодня была замечательная фраза одного из бывших депутатов, что Немцов – это такой большой мост между прошлым и будущим. Даже если сейчас никто не хочет никакие мосты называть именем Немцова, пусть будет у нас хотя бы такой мост. Виртуальный, но он в памяти есть. Реальный, реальный. Даже реальный, вполне. В сердцах людей. Вот, кстати, раз заговорили о том, что власти Нижнего Новгорода все-таки решили сделать, Анна Степанова не последнюю роль в этом тоже играла, потому что добивались увековечивания памяти Немцова. Все-таки, вот когда вы узнали эту новость, когда прочитали, услышали, что первые испытали, и вообще, как так получилось, ну, что вот наш город действительно первый, где будет увековечивание имени Немцова? Ну, насчет моей роли я хочу сказать, что это роль очень многих нижегородцев, да. Я просто была в тех событиях, которые приводили к этому решению. Я была участником этих событий. Это и гражданские активисты, которые мемориал держат, да. Это его друзья и соратники, которые осознают все 25 лет с момента его назначения главой городской нижегородской администрации, осознают его роль в новейшей истории Нижегородской области и России. Какую я роль, какое я чувство испытала? Я испытала гордость. Я испытала гордость. Сейчас я поверила, что у нас есть команда, у нас есть депутатский корпус, вот именно корпус, имя депутатский у Нижнего Новгорода. И если они действительно готовы не только это решение принимать, а другие, то я горжусь нашим Нижним Новгородом. Что я хотела сказать про фильм? Я хочу сказать огромное спасибо Володе за фильм. Я первый раз его, Владимир, первый раз его видела. Это фильм-повествование. Вот понимаете, оно повествует. И это фильм для молодежи. То есть я больше его восприняла, что это фильм, который показывает молодежи, а что они могут? Это фильм. Вот я смотрела, у нас были на показе сейчас, на первый показ, у нас сегодня два показа. Были школьники. И я увидела у них надежду в глазах. Понимаете, они поняли, что это можно сделать. Так можно жить. Поэтому никакого разговора о смерти в этом фильме есть. Это фильм-повествование и фильм-надежда. Вот серьезно. Я помню, когда мы делали часовой эфир и вместе с нижегородцами рассуждали, а стоит ли хоть одну из улиц из площади Нижнего Новгорода назвать именем Кадырова. Помнишь, были общественники, которые предлагали такое? Анна Степанова, вот не был у нас согласован этот звонок, сама ворвалась в эфир и сказала, ну стыдоба, нижегородцы, стыдоба. Ну какой Кадыров, когда у нас есть Немцов, и вот до сих пор нет ни одного названия улицы, площади, ну или хотя бы мемориальной доски, которая бы напоминала об этом человеке. Я не могу не спросить. Просто есть разные у нас люди, разной степени политической накрученности, появится мемориальная доска. Ее же, наверное, придется охранять какое-то время, потому что, ну, всякие бывают прецеденты. В Петербурге тоже там были доски, ну, конечно, другим абсолютно деятелям. Я даже помню, когда Владимир Кармурза приезжал в Нижний Новгород для съемок фильма «Немцов», и то пострадал при этих съемках. Да, Владимир, было такое. То есть будет ли какой-то, не знаю, караул какой-то организован, в конце концов, хотя первое какое-то время? Вы знаете, я считаю, что всегда есть, к сожалению, не вполне здоровые люди, но мы не должны исходить из них в своих каких-то шагах и действиях. Я считаю, что это абсолютно естественный шаг, с одной стороны, что в Нижнем Новгороде будет увековечено впервые на официальном уровне в России имя Бориса Ефимовича Немцова. Вот, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, какая сегодня в стране ситуация, и мы прекрасно понимаем, что это шаг, это жест, и это дорогого стоит. Я могу честно сказать, я не верил, что при нынешней власти, я имею в виду федеральную власть в России, где-либо на территории нашей страны будет официально увековечена память Бориса Ефимовича Немцова. Есть человеческая память, гражданская память, то, о чем сказал Дмитрий Гудков, есть народный мемориал в Москве, есть десятки тысяч людей, которые в маршем памяти в центре Москвы шли в его память, но я не верил, и мои товарищи и коллеги многие не верили, что пока нынешняя власть у нас находится, что будет официальное увековечение, и это тот случай, когда я был счастлив ошибиться. И вот Анна сказала, что она гордость испытывает. Вот я, хотя и не нижегородец, но я тоже, безусловно, испытываю чувство гордости, чувство огромной благодарности, и это очень важно, поверьте, не только для нижегородцев, но для нас всех, для тех, кто знал Бориса, что это будет, да, пускай пока это только мемориальная табличка, но это первый шаг, который сделал ваш город, и это тоже останется в истории. Ну что ж, нижегородцы здесь первые, и это радует. Анна, вы сказали, сегодня будет еще один показ фильма Немцов. Где смогут ли нижегородцы в свободном доступе посмотреть, или будут еще показы? Вот Владимир, может быть, скажет, где можно будет посмотреть эту ленту? К сожалению, это была уже аккредитация, у нас ограниченное количество мест, была аккредитация на Фейсбуке, у нас все места заняты, но мы договорились сейчас, теоретически не будем говорить где, о том, что будем организовать показы, и в основном мы будем делать показы для школьников и для студентов, потому что я считаю, что вот тот фильм, он фактически стоит того героя, на который молодежь может равняться, ориентироваться и брать пример. Я просто это увидела в глазах школьников, поэтому мне очень захотелось, и мы будем стараться это делать. И будут еще показы, безусловно, а главное, что в начале следующего года, я думаю, что мы просто фильм выложим в открытый доступ, это фильм некоммерческий, цель в том, чтобы как можно больше людей его увидело, поэтому просто сейчас мы закончим вот такие показы, такого типа, как вот сегодня в Нижнем был, дальше у нас запланирована Москва, Петербург, Ярославль, где он был депутатом в последние годы своей жизни, Казань, Чебоксары, Иркутск, многие другие города, вот. Но когда вот эти все показы пройдут, мы его просто-напросто откроем в открытом доступе, он будет в интернете. Очень важно, да. И фильм называется просто «Немцов», легко запомнить. Спасибо вам за вашу смелость, настойчивость, упорство в каком-то смысле, и рады, что вы в Нижнем Новгороде и город наш сделали первым для показа вот таких вещей. А время, как известно, все расстает по своим местам. В нашей студии были, время просто беседы закончилось. Дмитрий Гудков, Владимир Карамурза, Анна Степанова, показы фильмы «Немцов» по всей стране. Смотрите и караульте в сети, появится тоже скоро. Оставайтесь на волне ННРадио. Программа «Говорит город» продолжит свое вещание, но после дорожной информации. РИТМЫ РАЗНЫЕ